В Москве прошел ежегодный, уже десятый по счету, бизнес-форум 4Auto. Мероприятия посетили аналитики, представители дилерских, банковских, страховых и прочих предприятий, деятельность которых связана с автомобильной отраслью. Главным на повестке дня был обзор рыночных тенденций. Участники подвели итоги зимы, а также сравнили показатели прошлого и нынешнего десятилетий. Так, например, они отметили, что за этот период в России увеличился срок владения автомобилем с 3-4 до 6-7 лет. То есть менять автомобили становится все сложнее. То есть текущая машина, которая была куплена 5-6-7-8 лет назад, она по отношению к стоимости нового автомобиля, это где-то остается меньше половины стоимости, даже где-то около третьей. То есть надо докладывать еще примерно в два раза больше, чем оценивает трейд-ин твой автомобиль. К слову, агентство «АвтоСтат» считает, что будущее рынка именно за трейд-ином и трейд-ап, новой услугой, подразумевающей обмен одного поддержанного автомобиля на другой. Вторичный рынок набирает обороты, и многие дилеры уже бросили силы на развитие этого направления. Тенденция, то есть это данность, в которой мы живем, да, то есть три автомобиля поддержанных на один автомобиль новых, это некое состояние рынка, его ломать не надо. Что здесь хорошо для игроков рынка, для дилеров в первую очередь, это то, что объем сделок, проходящих через самих дилеров, пока достаточно маленький, а потенциал рынка достаточно большой. Возвращаясь к рынку новых машин, следует отметить, что по прогнозам агентства «АвтоСтат» в 2020 году продажи упадут на 5-6%. В лучшем случае рынок останется на уровне прошлого года, а в худшем сократится до 10%. Продолжение следует... Продолжение следует...